Торт, цветы и поздравления в стихах. Привычные в день рождения атрибуты. Вот только именинник сегодня особенный. Николай Павлович Юдин, ветеран Великой Отечественной войны. Отмечает солидный юбилей, 95 лет. По профессии водитель. Всю жизнь проработал в совхозе Чуфаровский. Женат, отец двух дочек и любимый дедушка для единственного внука. Но это в мирное время. А во время войны Николай Павлович был пехотинцем. На поля сражений попал в конце 43-го года. Прошел Первый Украинский фронт, участвовал в освобождении Будапешта и Вены. За что и награжден соответствующими медалями. А также Орденом Отечественной войны второй степени. Служил в специальном прорывном отряде. То есть он, как в резерве все времена при фронте. Лучше положение ухудшилось, нас бросает на прорыв. Прорвали пехоту. Дай уходить. День Победы Николай Павлович встретил в австрийском лесу. Во время очередного задания танк, который прикрывал его отряд, застрял. Бойцы остались его охранять и ждать помощи, которая подоспела лишь через несколько дней. Пришел в танк, застрял, не взял. Конечно, застрял. Опять ушел. Еще сутки. Два приходили. Два вышли. Ну, а тут понятно дело. Победа. С юбилеем ветерана поздравили сотрудники городского департамента социальной поддержки, администрации промышленного района и юнормейцы 53-й школы. Необходимо помнить таких людей, всегда поддерживать их, помогать в каких-то моментах. Приходить просто в гости, пить с ними чай, говорить какие-то добрые слова или просто с ними разговаривать, потому что это действительно им необходимо. Юнормейцы 53-й школы держат шефство над пятью ветеранами. Каждого они ежегодно поздравляют с днем рождения, с днем победы, ну а порой без повода приходят в гости, чтобы просто пообщаться. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.